По своей сути, прототип — это визуальная схема юзерфлоу, только в виде экранов. Этот этап нужен для синхронизации с командной разработки, заказчикам и, возможно, тестами и пользователями. По прототипу может быть понятно расположение кнопок, их вид, как будет выглядеть контент, как будет работать система навигации. Уже на этом этапе можно формировать набор компонентов как на уровне дизайна, так и разработки, набор методов, механик и сложных моментов, которые лучше обсудить до создания чистового дизайна или UI. В данном примере виден каждый этап сценария или подсценарий основного пути, и видно, что можно переиспользовать. Важно понимать, что если в ходе обсуждения прототипа необходимо внести изменения по логике или сценарию, то надо внести их сначала в юзерфлоу, только потом уже в прототип. Если изменения только компонентные и композиционные, то хватит работы только с прототипом. Прототип можно создавать в любой программе, например, Figma, Azure, Mira и так далее. Главное, чтобы доступ был онлайн, и в прототип можно было вносить правки. Преимущества прототипирования — их можно делать быстро, потому что этот этап дизайна предполагает большое количество исправлений, и здесь не надо сжечь ресурс, рисуя каждую кнопку. В прототипе допустимо показывать всё на примитивных элементах, без детальной проработки, но также можно сделать высокодетализированный прототип. Большое количество экранов, описывающих целиком сценарии дизайн, состоящий из компонентов, которые будут перенесены потом в UI. Иногда прототипы могут уйти в разработку, если работа проделывалась без дизайнера, но на проверке чаще всего такой дизайн получает много комментариев по причине низкого качества дизайна. Всё-таки этот этап призван показать, как будет выглядеть дизайн, но при этом не являться им. А ещё прототип можно совсем не делать. Если вы очень опытный или у вас много времени, никто вас не осудит, если вы после создания юзерфлоу перешли сразу к UI. Так делают, и это норма, но будьте готовы, что UI придётся чаще переделывать, и возможно с ноля. Такие движения могут стать источником хаоса, и качество дизайна может упасть из-за большого количества вариантов. Мы создали прототип, и пора переходить к самому UI, мини-приложению, о котором расскажет мой коллега Егор.